Ульяновская правда Врача гастроэнтеролога и диетолога, кандидата медицинских наук Анатолия Денисова. Анатолий, здравствуйте. Антон, здравствуйте. Добрый день. Сегодняшняя наша беседа затронет важные составляющие жизнедеятельности человека. Мы поговорим о культуре питания, об эстетике потребления и о многом другом. Анатолий, как вы считаете, культура питания закладывается в семье или человек сам формирует свои вкусовые предпочтения? Хороший вопрос. Несомненно, конечно, закладка вот этих основных постулатов – это прежде всего семейные ценности. Потому что очень часто на своем приеме, я вижу, приходят же целыми семьями, особенно если приводят ребенка, да, я начинаю разговор всегда с родителями. Как у вас проходят, скажем так, утренники и вечера за столом? Ну и они, конечно, начинают у нас на первое. Такой борщ такой густой с мясом, с салом. На второе. Я говорю, ну, хорошо, все, понятно, начинаем дальше, продолжаем дальше. Фастфуд имеет место быть, быстрое питание. В школе там что-то они перекусывают. То есть, да. И у ребенка практически в возрасте, ну, наверное, со школьных времен, потому что в садике там, в общем-то, все уже решено, там определенная тарелка. Он, в основном, ребенок питается в выходные только дома, если это организованный ребенок. И примерно в школьные годы, примерно с 7 до лет 12 до 13, это уже полностью сформированный по пищевому поведению человек. То есть, он сам может уже, как бы, некоторые люди даже уже в этом возрасте могут готовить, да, сами? Да, они уже сами готовят. Это все культура питания, это все культура пищевого поведения, которая зависит от семьи. И дальше, вы абсолютно правильно сказали о том, что и есть внешние факторы воздействия, это сверстники в основном. Которые влияют тоже, да? Которые влияют, которые, допустим, ну, видят, что его друг быстрое питание в основном любит, да? То есть, это общие известные точки быстрого питания, все мы их знаем прекрасно. Это покупка быстрого какого-то перекуса в виде чипсов, где содержится и е, и пальмовое масло, и все то, что является населением. И практически сейчас очень трудно найти, да, вот такие продукты на полках магазина, которые бы были полностью лишены каких-то вредных компонентов. Это практически невозможно. Она здоровая, она домашняя в большей степени, правильно? Она домашняя должна быть. Сейчас появляется огромное количество предпринимателей, у которых есть свои фермы, которые занимаются производством рыбным, мясным, молочным и так далее. Найти это очень просто, открыть интернет, встретиться с этим человеком и начать употреблять именно эту продукцию. Да, это дороже. Питаться правильно, это дорого. Скажите, пожалуйста, вот влияет ли на эмоциональном уровне, на психологическом уровне то, как выглядит пища? Ведь если мы покупаем какой-то, как вы говорите, из известной сети гамбургер, который выглядит, ну, безусловно, притягательный, который хочется поглотить целиком и полностью сразу, или, допустим, паровые котлеты, которые абсолютно такого неприятного вида, ну, мы знаем, что они полезны. Вот как это влияет на мозг человека, и если это существенно действительно как-то влияет на человека, как из себя перестроить, как выстроить тот лад, что действительно вот от этого стоит отказаться, а на это нужно обратить внимание? Всегда золотое правило, золотая середина – это сбалансированность. Да, нам иногда хочется какого-то вот прямо, ну, совсем вредного. Понимаете как? Если мы всегда будем в этом отказать, допустим, мы не съели сегодня пирожное, мы отказали себе, мы себя вот одели вот в этот вот непроницаемый железный панцирь. Мы молодцы стали, мы стали, мы стали молодцы, но и мозг, и эмоциональная сфера недополучили того серотонина и тех эндорфинов, которые вызывают вот это питание. Поэтому периодически мы можем себе позволять вредную еду. Это не должно стать системой. Ну, то есть это не будет считаться чем-то ужасным? Это не будет считаться ужасным. Нет, нет, мы здесь не можем мыслить ортодоксально, потому что человек – это открытая система. Человек – это эмоционально открытая система. У человека психика, у человека высшая нервная деятельность. Это все влияет. И, конечно, человек стремится к удовольствию. Так или иначе, еда – это удовольствие. Конечно. Прежде всего. А скажите, насколько часто возможны такие срывы без вреда для здоровья? Я бы не назвал это срывами. Я бы не назвал это срывами, потому что когда это слово тоже влияет, оно несет материальную, в том числе и составляющую. Нет, это не срывы, это возможность, скажем так, подарить себе удовольствие. Назовем это так. Раз в неделю вполне допустимо. То есть такое можно себе позволить? Но, опять же, что имеется в виду под словом «допустимо»? То есть я могу съесть, допустим, кусочек там, я не знаю, торта, а могу съесть там тарелку жареной картошки. И могу это съесть одновременно, то есть одно за другим. И все это будет в течение дня. Или же что-то одно как бы будет считаться вот допустимым, а вот в таком уже сочетании это будет как бы неправильно. Прием пищи – это рефлекс. Обратимся к физиологической составляющей. Если мы, помните собачка Павлова, мы пару раз лампочку не зажгли, и у нее слюноотделение прекратилось. То же самое и с тортиками, и с жаренными картошками. Постепенно этот рефлекс должен угаснуть у человека. И на своем приеме я тоже говорю о том, что вот сегодня картошку, или то, что вы любите, рыбку копченую, соленую рыбку, пироженку, конфетку, завтра пропускаете. Послезавтра еще что-то, послезавтра пропускаете. И таким образом мы физиологически этот рефлекс гасим. И он затухает. И вот эта рефлекторная теория, она среди диетологов очень поддерживается. На рефлексе. А что значит правильное питание? Сейчас это очень… Еще одну секундочку, мы не закончили мысль. Если человек по белкам, жирам и углеводам, а больше по углеводам, наверное, по быстрым, да, потому что в основном есть фастфуд, это быстрый углевод, который может очень-очень-очень быстро перейти в жир. Ну, физическая нагрузка. Ну, вот к вопросу о правильном питании. Что для вас правильное питание? Что это вообще такое? Сейчас это стало очень популярно, понятие среди людей, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и очень практикуют правильное питание. Ну, наверное, правильное питание – это правильная тарелка, прежде всего. Правильная тарелка в себя включает 50% зеленой составляющей. Что это такое, фрукты, овощи, зелень? Фрукты, овощи, зелень. Зеленая составляющая, которая содержит микроэлементы, которая содержит витамины, водорастворимые, конечно, да, в основном, и которая содержит фолиевую кислоту, которая участвует во многих биохимических реакциях. Следующая составляющая – 25% – это длинный углевод. Что это такое? Длинный углевод – это зерновые в основном. Это макароны де гранудуро из твердых сортов пшеницы. Когда мы идем в магазин, вот на нижних полочках, вот это все, да, под маркировкой, там, 3 копейки стоит, это из мягких сортов пшеницы, которые быстро превращаются в кисель. А нужно поднять голову и посмотреть наверх, там, где подороже, и там, где на маркировке этого продукта написано «изготовлено из твердых сортов пшеницы». Не доваривать, не разваривать в кисель, а чуть недоготовленное это усвоится, это даст энергии больше. Человек долго не будет испытывать чувство голода. Почему идет вес? Потому что чувство голода, человек постоянно закидывает, закидывает, закидывает. И это бесконечный процесс. И, наверное, последняя составляющая, вы мне поможете, 25% это... Вода? Белок. А, белок. Ой, я отклонил. Конечно, это белок, это строительный материал. Без него у нас организм функционировать не будет. Что из белкового составляющего? Что включает в себя? Диетологи разрешают в отварном виде. Диетологи разрешают в вот этой вот ненавистной котлете, которую вы сказали, в паровом виде, на пару приготовления. Но диетологи разрешают гриль. Мы все любим гриль. Да это вкуснятина, неимоверно. Вот. И поэтому вот эта белковая составляющая, это индейка, это может быть кролик, это может быть какая-то самая элементарная корочка, вот сюда все, вот в эту белковую составляющую 25% входит. Вы сами практикуете правильное питание? Следите за своими? Конечно. И у меня двое детей, и они стараются, конечно. Какое у вас самое любимое блюдо, вот из того, что вы перечислили, что вы можете сами приготовить, допустим, в своей семье? Вообще готовите вы сами? Ну, конечно, естественно. Каждый диетолог должен уметь готовить. Что я готовлю? Мне очень нравится запеченная форель. Объясню, почему. Это очень полезное блюдо. Причем я покупаю у известного нашего ульянского производителя. Это рыба живая практически, и минимум специй, и запекание. Ну, огромное количество омега-3, которое является мощнейшим антиоксидантом, которое является очень полезной для здоровья составляющей. Ну, а сколько раз в неделю вы можете позвать? Не менее одного-двух раз в неделю у нас рыба есть. И, кстати говоря, наш регион-то по рыбе очень-очень скуден. Мало едят рыбы в Ульяновской области. А с чем это связано? Мы живем на Волге. Мы живем на Волге, и это непонятно, с чем связано. У нас не разве это, наверное, рыбовладельно? Особенность национального, наверное, питания, особенность национального питания, что вот когда начинаешь опрос пациента, что с рыбой-то у вас, с морепродуктами? Практически ничего. Но вы не можете отрицать того факта, что, допустим, опять же, та же форель и вообще такие элитные сорта рыб, а для большинства недоступны людей. То есть люди покупают... А здоровье стоит очень дорого вообще? Ну, понимаете, здоровье должно быть доступно каждому, а не просто то, что оно дорого, это уже, опять же, другая сторона вопроса. А то, что оно должно быть доступно всем, и что та же самая пресловутая рыба должна быть так же доступна каждому человеку. Но и все-таки, если мы о рыбе заговорили, вот о обычному человеку, вот я, допустим, не могу себе позволить еженедельно потреблять форель. То есть на праздники, да, конечно, это уместно, здорово. Если я буду есть минтай, от него будет польза? Или там отваренные кильки? Ну, несомненно, любой морепродукт несет пользу. Важно посмотреть, опять же-таки, на маркировку, которая там указана, что там входит, какое количество вот этой ледяной глазури, иначе мы иногда покупаем, да, начинаем вытряхивать, там один лед. Да, да, да. Посмотреть, подобрать, найти свою марку. Но морепродукты, рыба обязательно, фосфор, омега, некоторое количество кальция, большое количество, ну, это практически, это кладезь. Если сейчас перечислять, это огромное количество химичных. А из-за морепродуктов, ну, так скажем, непрямого назначения, там морская капуста, какие-нибудь мидии, это тоже в плюс? Ну, опять же-таки, животные и растительные белок. Единственное, что мы разделяем животные и растительные белок. Растительный белок, он тоже важен, он тоже полезен. Морская капуста, это, конечно, йод. У нас эндемичный регион по йоду. То есть, нам нужно есть морской капуста? Ну, несомненно. У нас что нужно употреблять ульяновцу? Да, скажите. Для того, чтобы быть здоровым. Первое. Рыбная составляющая. Морепродукты, то есть, любые продукты моря. Второе. Если идут интенсивные физические, психические нагрузки, подключаем омегу. Омегу-3, просто в капсулах. Идем в аптеку, только не рыбный жир, чтобы было написано. Чтобы была написана омега-3 и содержание эйкоза пентоеновой, докоза пентотеновой кислоты. Ой, это очень сложно. Расшифруйте для наших зрителей. Ну, вот омега, она там две составляющих. Если мы покупаем омега-3, не менее 60-70%, чтобы там было омеги. Все, смотрим. А вот есть комплекс 3, 6, 9. Это хорошая составляющая? Великолепно. Да, это хорошая составляющая. Что делает омега? Она борется с свободными радикалами. Предупреждает рак, фактически. Потому что это называется полиненасыщенный жирный кислот. А что значит полиненасыщенный? А у них концы вот эти вот свободные. И на эти омега-кислотные свободные концы он цепляет свободный радикал. И выводит из организма. Соответственно, риск возникновения онкологической патологии уменьшается. Витамин D3. Солнечный витамин. Еще одна составляющая, которая нужна каждому ульяновцу. И каждому человеку в России. Печень трески? Можно купить в каплях. Просто витамин? Просто витамин, да. Просто витамин D3. Холи-кальциферол он называется. И для взрослого человека это около 5000 международных единиц ежедневно. А что еще? Все? Вот эти два компонента? Пребывание на свежем воздухе. Ходьба. В Ульянске, я думаю, это замечательно. Может удаваться. У нас очень зеленый город. У нас Ульяновская область вообще очень красивая. Можно выезжать за город. То есть, ходьба и какие-то минимальные физические нагрузки. Потому что, в основном, современный человек ведет сидячий образ жизни. В основном. И достаточно питьевой режим. Мы не говорим о каких-то супах. Мы не говорим о кофе. Мы не говорим о чае. Мы говорим просто о обычной воде. Анатолий, я немножко хочу поговорить лично о вас. И вот такой у меня вопрос. Как вы можете охарактеризовать себя одним словом? Кто вы? Инноватор. Поясните. Мне все время нравится искать новое. Мне все время нравится пробовать новое. Но вторая поговорка про меня. Доверяй, но проверяй. Очень здорово. Как вы решили стать врачом? Почему? Ну, наверное, это было продиктовано тем, что у нас в семье моя бабушка по маминой линии, да, мама моей мамы. То есть, она была агрономом. У нее до сих пор те сорта пшеницы, райнированные, которые она вывела, до сих пор применяются для выпечки хлеба. В Ульяновской области. То есть, она была агрономом, работала в сельскохозяйственной академии. Ныне институт имени Столыпина. Мама, учитель химии и биологии, изначально МГП имени Ленина, город Москва. Затем она переезжает в Ульяновск и работает учителем в школе, отрабатывает 10 лет. Тоже начинает работать в сельскохозяйственном институте и защищает кандидатскую диссертацию по теме анемии поросят. То есть, она вот по этой линии, тоже естественно научной, сейчас работает на медфаке, готовит врачей. И вот я вот во всем этом варился. Я это смотрел. Но это не прямая медицина, это все как-то около. Это естественные науки. Но достигнув 11 класса, то есть 17-летнего возраста, а мама работала на медфаке, и я тоже там постоянно что-то там тусовался. Что-то, что-то был, что-то мы смотрели, и мне как-то показалось, что это мое. А что вас привело вот именно к диетологии, вот к гастроэнтерологии, вот к этой узкой специализации? Ой, это очень интересный и сложный вопрос. И, наверное, этого никто из врачей не знает. Это просто нравится, душа лежит. Вот именно к этому. Есть такое, да, но это то же самое, как мы выбираем себе пару, например, да? Но вот. То есть это как бы часть. Одна девочка нравится, а другая девочка не нравится. И никто не может объяснить, почему это. Ну вот, да, лежит душа, интересно. Основная миссия врача это помогать людям. Кем бы ты ни был, ты можешь быть кардиологом, ты спасаешь сердце, ты можешь быть хирургом, ты спасаешь от аппендицита внезапно возникнуть. Можете сказать, что врач это вообще человек особой миссии, потому что мы все так или иначе связаны с врачами. Мы можем им посвятить самые сокровенные свои переживания, какие-то такие интимные и сложные состояния. То есть вы понимаете, что ваша миссия для человечества, она просто грандиозна. То есть к вам идут люди, которые просят вашей помощи, идут за вашими знаниями, за вашими советами. Как вот вы вообще с этим живете? Что вам это дает? Антон, это очень большая ответственность. И это очень хороший вопрос. Великолепный вопрос, потому что в профессию врача случайно человек не идет. В основном они уходят. Это призвание. Это призвание. И вот тот груз определенный, в том числе и ответственности, и осознание того, что ты можешь помочь, иногда даже мешает. Я вот работаю в новом городе, живу я на этой стороне, я сажусь в автомобиль, и по дороге вот это все прокручивается. Вот это вот все идет, анализируется, что сделал там правильно, а вот что вот здесь, может быть, чего-то не досказал. Узким специалистам люди идут уже как к последней инстанции, в основном, потому что все остальные уже им не помогли. Они пришли к узкому, и здесь очень большая ответственность, прежде всего, что ты должен все досконально рассказать. Люди не знают, чем они болеют. Они не должны знать. Для этого мы сидим. Люди вообще не должны болеть. Мне кажется, это золотое вообще правило для всего человечества. А сейчас очень интересно, если мы отличаемся немножко от этой мысли, мысль такая вот у нас прям получилась глобальная, если мы немножко отличаемся от этой мысли, а ведь сейчас направление прогрессивное во всем мире это примитивная медицина, это превентейдж. Что это такое, расскажи. Если мы научимся, это предупреждение болезни. Люди не должны болеть изначально, мы должны знать, чем мы заболеем, ну, где-то там... Через 10 лет. Через определенное количество лет или через десятки лет. Мы должны это знать. И сейчас разрабатывается огромная программа... Исследования, да, в этом направлении. В том числе исследования. Генетика. То есть генетика все-таки важная составляющая. Несомненно. И многие заболевания передаются по наследству. То есть это невозможно как бы этому препятствовать. Это уже как раз несутки. Или это все-таки можно предупредить, вот если рассчитать, что через 10 лет у человека, возможно, будет эта генетическая предрасположенность, начать уже как-то в более раннем возрасте это лечить. Возможно? Абсолютно верно. Даже не лечить, а, наверное, профилактировать. Возьмем хеликобактер пилори, мой любимый. Есть определенное генетическое предрасположение, определенное. То, что человек будет инфицирован хеликобактером. И то, что у этого человека на фоне воздействия токсинов хеликобактера пилори возникнет рак желудка. Слушайте, а тогда у меня сразу возникает такой вопрос. Ну, я понимаю, что для медицины, для прогрессии это все здорово. Но вы представляете, вот я, допустим, прихожу к вам на прием, и вы мне говорите, «Антон, скорее всего, через 10 лет у тебя будет такое заболевание». Да я свихнусь, я сойду с ума. Как должен врач, диетолог, гастроэнтеролог на психологическом уровне внушить мне, что успокойся и живи, как ты жил, что у тебя будет все в порядке, и мы будем просто это вот, ну, в такой, как бы сказать, нелечебной, может быть, а в профилактической форме это все предотвращать, и в конечном результате у тебя все будет прекрасно. Вот уж если брать психологическую составляющую, то гастроэнтерологи – это как никто психологи. Ну, потому что в основном гастроэнтерологическая патология – это патология, идущая в основном в результате психоэмоциональных предрасположенностей и нарушения вот этого баланса, там, корково-подкорковых соотношений. Что-то произошло у человека, какое-то влияние, какой-то стресс, какое-то что, и, конечно, мы этими приемами владеем. То есть вы можете дать какую-то оценку состояния? Мы этими приемами владеем, и если мы делаем генетику этому человеку, да, если мы смотрим, то ведь, извините, экспрессия этого гена, она может и не произойти вообще. И генетик нам дает описание. Этот ген находится в доминантном состоянии, этот ген находится в гетерозиготном состоянии, или этот ген находится в рецессивном состоянии, и степень его проявления практически нулевая. Допустим, в том же самом возникновении онкологического заболевания. И мы объясняем, что у вас не рак, и, возможно, никогда его не будет, и не думайте об этом. Но вы должны проводить профилактические мероприятия. Отказ от вредных привычек, введение более-менее здорового образа жизни, более-менее питаться правильно. В начале программы мы с вами обговорили, что могут быть какие-то небольшие составляющие. Мы все живые люди. Человек открытая, динамическая, саморегулирующая система. Анатолий, мы немножко сейчас отличаемся от теми медицины. И вот такой вопрос. Что мешает вам жить, а что помогает? Вкратце. Вкратце. Сначала о плохом или хорошем? Ну, давайте о плохом, чтобы продолжить на хорошей ноте. Все понятно. Здесь вопрос не звучит о том, что я спрашиваю вас что-то плохое. Есть какая-то помеха в жизни на данном этапе, что вас беспокоит? Или вы абсолютно счастливый человек? Абсолютно счастливых и абсолютно несчастных людей на планете нет. Ну, мы не будем за это ручаться. Я конкретно задаю вопрос вот вам. Ну, мне кажется, что сейчас, как врачу, если брать с медицинской точки зрения, мне мешает недостаточность диагностики в нашей медицине. Это мешает поставить, наверное, ну, не то, что точный диагноз. Диагноз-то мы ставим. Это мешает сделать прогнозы. Определенные прогнозы для того или иного пациента. Я так думаю, что это наше будущее. Иногда мне мешает хамство на дороге. Потому что я человек, который за рулем. А что помогает? Чем вы вдохновляетесь? Я вдохновляюсь своей семьей, своими детьми, своими друзьями, успехами. Друзья проверенные. Успехов мало, но есть. Вдохновление. Как вы проводите время со своей семьей? Чем вы занимаетесь? У нас есть загородный дом. Мы его строили 10 лет. Мы его, наконец, построили. Но это никогда не заканчивается. И для того, чтобы уехать от городской суеты, и для того, чтобы скрыться из каменных джунглей, выбросить, наверное, из головы какие-то ненужные мысли, которые связаны в том числе и с работой. Мы живем на работе. Мы отправляемся за город. Мы гуляем в Терегульском районе. Очень хорошая природа. Как и во всей Ульямской области. То есть на лето вы уезжаете? Ну, летом чаще, зимой реже. Но там круглогодичная у нас вот получилась такая составляющая. Очень радуют свои дети. Я иногда узнаю себя. И иногда, может быть, в каких-то импульсивных моментах. И иногда в логических моментах. И вот смотришь, а, вот это копия твоя. Это здорово. Это магия. А вы занимаетесь каким-нибудь творчеством, там, музыкой, театром, чтением книг? Что-то вас вот привлекает в общей составляющей? В основном сейчас специальная литература, если это брать книги. Ну, а если нет, специальная? До классической литературы пока дотягиваюсь. Периодически бывают книги в моей жизни. Периодически. Опять же, из-за загруженности иногда ремарку много не посвящаю. Расскажите вкратце распорядок дня врача, практикующего гастронтеролога. То есть, у вас все расписано по времени, сколько, допустим, по времени нужно ждать, чтобы к вам попасть на прием. Какой у вас вообще вот график работ? На прием можно записаться очень легко. Я во всех есть социальных сетях. Можно мне написать, я сам могу даже записать на прием. Есть прекрасный портал про докторов, где можно как положительный, так и отрицательный обо мне написать. Вся критика принимается, положительные отзывы тоже принимаются. Обычно это утренний подъем, я отвожу сына в школу, я еду на прием. Мы смотрим, вместе решаем с больным, что делать дальше. Намечаем какой-то определенный план. Я же еще преподаватель. И у меня очень интересное тоже, можно сказать, хобби, это преподавание на английском языке. Я веду гигиену. Да, у иностранных студентов, это студенты из Индии, очень интересные люди. Это другая культура, мы с ними общаемся. Но индийская медицина, она вообще очень передовая. Аюрведы, конечно, это целый пласт. Аюрведы, это у них считается традиционной медициной. Попасть к аюрведическому врачу гораздо дороже, чем к самому простому. Ну вот товарищи, коллеги, они получают наше медицинское образование. И вот университет имеет место быть в моей жизни, доцентка. Мы сейчас проведем небольшой блиц, на который можно отвечать коротко, можно чуть развернуть. Ну, как пойдет. Первый вопрос. Боитесь ли вы быть самим собой в кругу незнакомых вам людей? Иногда да. Почему? Ну, потому что, понимаете, когда в незнакомом кругу людей ты попадаешь, и все узнают, что ты врач, и начинается. А что начинается? Начинается рассказ о всех болячках. Ну, извините, но я пришел отдохнуть, там, я не знаю, ну, как-то что-то переключится куда-то, и меня это начинает жутко напрягать. То есть вы как бы можете деликатно от этого уйти? И стараюсь это делать. Считаете ли вы себя приятным человеком? Я думаю, да. Я думаю, наши зрители тоже с этим согласятся. А у вас есть кумир? В профессиональной деятельности? В любой деятельности. Может, какой-то актер, музыкант. Музыкант есть, да, да, да. Группа Алис Константин Евгеньевич Кенчев. Ну, очень здорово. Что вы должны себе? Доказать, что я не зря пришел на этот цвет. Здорово. Что вы узнали вчера? Новые свойства коронавируса. То есть вы об этом узнали только вчера? Да. Вы счастливый человек. Ну, свойства, конечно, медицинские. Ну, я уже спрашивал, что вы умеете готовить, но все-таки ваше коронное блюдо – это форель запеченная или что-то еще? Запеченная форель, плов, ну, конечно, с постным мясом, это борщ. И все это относится к диетическому питанию? Ну, стараемся в диетическому питанию. А, ну, конечно, за городом-то, шашлык-то. Как же мы-то забыли-то? Ну, шашлык-то. То есть вы сами готовите? Да. Дети мне уже помогают. Ну, здорово. А ваше любимое время года? Лето. Я летом родился. Здорово. А вы можете съесть за раз плитку шоколада? А я не любитель сладкого. Ну, то есть прямо… Ну, съесть, наверное, я, наверное… Такого случая не было? Я, наверное, могу, но такого случая не было. Что-то я как-то даже об этом, Антон, не задумывался. Наверное, могу. Вас легко вывести из себя? Иногда да. Мне это удается? Нет. Уже хорошо. О чем вы мечтаете? Я мечтаю… Мечты, ну, как сказать, у каждого человека есть мечта. Ну, не каждый человек ее озвучит, да, потому что она, наверное, мечтой быть перестанет, я так думаю, да. И она, наверное, у меня не одна. Ну, конечно, не потеряться в своей профессии, не потеряться по этой жизни. Вырастить детей, дожить до внуков или хотя бы дотянуть до пенсионного возраста. Очень хорошие мечты и надежды. Я желаю вам здоровья, а нашим уважаемым зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был врач, гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Анатолий Денисов. Не болейте, дорогие друзья, и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!